Дорогие коллеги, дорогие участники Российского онкологического конгресса уже 24-го. Моя задача рассказать о биологическом потепе опухоли как факторе, определяющем объем операции при раннем раке молочной железы. Действительно, среди всех факторов, которые определяют объем операции, наиболее дискутабельным является именно биологический потеп рака молочной железы. Сегодня мы об этом постараемся поговорить и расставить все точки над «и», и поговорим мы о особенностях пациентов, которых мы стартово оперируем без неодевантного лечения, и о том, влияет ли биологический потеп на выбор объема операции после неодевантной терапии. Я думаю, ни для кого не секрет, что уже известны результаты 20-летнего наблюдения за пациентами, которым была выполнена органосохраняющая операция с лучевой терапией или декальной мастокомией. Исследование инициировано Бернандом Фишером, и было убедительно доказано, что как безрецидивная, безметастатическая, так и общая выживаемость в 20-летнему периоду наблюдения абсолютно одинаковая. Более того, полтора года назад было представлено крупное датское исследование 58 тысяч пациенток с первой и третьей стадии рака молочной железы, где было показано, что выполнение органосохраняющего лечения с лучевой терапией прогностически дали более выигрышно по сравнению с мастоктомией, причем у всех пациенток вне зависимости от возраста, от статуса лимфоузлов при условии применения современных режимов адевантного лечения. Как же так, вы скажете, да, биологически агрессивные характеристики опухоли, такие как тройной негативный ХЕР-2 положительный рак, ассоциируются с высоким риском локорегионарных рецидивов? Да, действительно это так. Означает ли это, что пациентам всем необходимо делать мастоктомию? На самом деле локорегионарные рецидивы при этих вариантах болезни являются отражением биологического неблагополучия заболевания, и эффективная системная терапия помогает элиминировать не только микрометастазы отдаленные, но и микрометастазы локорегионарной зоны. Но все-таки тройной негативный рак может все-таки не рисковать выполнить мастоктомию, тем самым снизить риск локорегионарных рецидивов. И ответом может служить большой метаанализ 15 исследований, 12,5 тысяч пациенток, где авторы убедительно показали, что частота локорегионарных рецидивов абсолютно одинаковая у больных с тройным негативным раком после органосохраняющих операций 13,5% и радикальных мастоктомий 13%. Что может реально изменить судьбу? Так это, конечно же, добавление лучевой терапии. Возможно, именно поэтому в исследовании, которое было показано на ЭСМО в 2018 году, это очень крупный анализ 3,5 тысячи пациенток, больные с 1-2 стадии, авторы разложили пациента по биологическим подтепам и доказали, что органосохраняющие операции с лучевой терапией по сравнению с радикальной мастоктомией достоверно улучшают показатели 10-летней общей выживаемости и снижают риск смерти на 72%. И это особо актуально для пациентов с агрессивной биологией. Почему? Мы все знаем о том, что лучевая терапия не просто элиминирует микрометастазы локорегионарной зоны, но и обеспечивает так называемый абскопальный иммуномодулированный противоопухолевый ответ. Она учит иммунные клетки видеть, распознавать опухолевые антигены, в дальнейшем атаковать их уже во всех органах и тканях организма. Как насчет носителей мутаций, значимых герминальных, у них тоже должна быть такая тактика, например, при 1-2 стадии, тройной негативный рак, молодая женщина. Органосохраняющие лечение плюс лучевая терапия. На самом деле я хочу показать несколько исследований, которые позволят ответить на этот сложный вопрос. Это крупный голландский анализ, полторы тысячи больных, представленных в прошлом году. Авторы показали, что частота локорегионарных рецидивов у пациенток после органа, сохраняющего лечение с лучевой терапией, при носительстве мутации абсолютно равна таковой у пациенток со спорадическим раком и низка всего 7%. Здесь и сейчас у больных не будет локальных рецидивов. Но что будет через 10 лет, через 20 лет с этими женщинами? Оказывается, при длительном сроке наблюдения и при длительной продолжительности жизни у этих пациенток дожить до второй болезни, до рака ипсилатеральной и до рака контрлатеральной молочной железы у пациенток очень высокие шансы при наличии мутации. И поэтому факторами, определяющими объем операции при наличии мутации, помимо всех прочих, должны быть возраст, манифестация первого заболевания, если это 40 лет, молодой возраст и ожидаемая продолжительность жизни. Если она больше 10 лет, то в этой ситуации предпочтительно выполнение билатеральной мастектомии, а вопрос о лучевой терапии будет решаться в соответствии со стадией, с другими показаниями, с N+, статусом и так далее. И было доказано, что выполнение билатеральной мастектомии, профилактической мастектомии, не просто снижает риск возникновения вторых опухолей, но и увеличивает общую выживаемость, статистически значима у пациенток относительность мутации, и с этим уже не поспоришь. Поэтому выбирая тактику лечения при носительстве мутации у пациенток, например, с тройным негативным раком, мы все взвешиваем за и против, безусловно, в том числе и желание пациентки, но молодой возраст манифестации заболевания и ожидаемая продолжительность жизни более 10 лет – это те факторы, которые все-таки должны нас склонить в пользу выполнения билатеральной мастектомии у этой пациентки. Агрессивные биологические характеристики опухоли после неодевантной терапии становятся чемпионами для редукции локорегионарного лечения. Мы можем сохранить молочную железу и даже провести конверсию, не выполнять лимфодисекцию, выполнить биопсию сигнального лимфатического узла. Действительно, крупные исследования показывают просто драматическое снижение сокращения объема операции и в пользу органосохраняющих операций, и в пользу биопсии сигнальных лимфоузлов, не выполнение акселярной лимфодисекции, но только для тройного негативного и ХИР-2 положительного рака, что мы не видим при люминальном раке. Более того, исследование последних лет, в частности, под анализ исследований Сентина, представленный на АСКО, показал, что оккультные метастазы в лимфоузлах, то есть когда при клинической ситуации у нас статус Н0 по данным осмотра, по данным УЗИ, но мы при морфологическом исследовании биопсии сигнального лимфоузла находим метастазы в нем, встречается у каждой третьей пациентки именно с люминальным ХИР-2 негативным раком, причем как до неодевантной химиотерапии, так и после неодевантной химиотерапии, в то время как при других биологических потипах мы не видим такого феномена. Скорее всего, это сложности диагностики метастатического поражения акселярных лимфоузлов, их дифференциальной диагностики именно при люминальном раке, с одной стороны, с другой стороны, это низкая частота полных патоморфозов, первичной опухоли в лимфоузлах, так по данным исследования Z1071, когда у пациентки получали неодевантное лечение, и у пациенток у всех были поражения лимфатических узлов N1 или N2 статус, частота TPCR была всего 11% при люминальном раке, в то время как при тройном негативном ХИР-2 положительном раке достигало 40-45%. Это отразилось в первую очередь на доле органосохраняющих операций, которая была больше при тройном негативном и ХИР-2 положительном раке и меньше при люминальном раке, и внимание на доли ререзекции вследствие позитивных краев после неодевантного лечения. Каждая десятая пациентка с люминальным ХИР-2 негативным раком после неодевантной терапии имела показания к ререзекции ввиду позитивных краев. Похоже, что не просто сложно дифференцировать пораженные лимфоузлы и непораженные у больных с этим подтипом заболевания, но и корректно оценивать оптимальный объем необходимой удаляемых тканей. И, возможно, это связано еще с тем, что описано различия в реализации противоопухолевого ответа. При тройном негативном и ХИР-2 положительном раке уменьшение опухоли происходит путем такой концентрации опухоли, уменьшения ее со всех сторон. А при люминальном раке чаще всего это краш-эффект, опухоли распадаются на множество мелких фрагментов, и помимо основного, допустим, кусочка опухоли, оставшегося за пределами этой зоны, могут быть также мелкие фрагменты опухоли, которые при исследовании кроворезекции могут стать позитивными, и тем самым потребуют повторной операции или ререзекции интероперационной. Как зависит дальнейшая судьба биологического подтипа? На самом деле, несмотря на то, что частота органа, сохраняющих операции, одинаково высока при ХИР-2 положительном раке и при тройном негативном раке, судьба этих пациенток разная. Пятилетняя онкоспецифическая выживаемость при ХИР-2 положительном раке 96%, а при тройном негативном раке на 21% меньше, 75%. И худшим прогнозом имеют пациентки, у которых остаточная опухолевая нагрузка, причем не просто сам факт ее, а массивная опухольная нагрузка класса RCB-3. А как насчет локальных рецидивов у пациента после неодевантной терапии? Опять же, выбивается тройной негативный рак, риск локореагенарного рецидива после неодевантной терапии, при котором в 3,5 раза выше по сравнению с пациентками с другим биологическим подтипом. Может быть, этим пациентам не сохранять железо? Посмотрите на выживаемость. Радикальная мастертомия с лучевой терапией – 91%, органосохраняющая лечение с лучевой терапией – 90%, а радикальная мастертомия без лучевой терапии – 78%. И лучшие результаты показаны у пациенток, у которых достигнут был полный ответ, выполнена или радикальная мастертомия, или органосохраняющая лечение, но проведена лучевая терапия. В этих ситуациях 100% пятилетняя выживаемость без локореагенарных рецидивов при сроке наблюдения 6 лет. Что делать, если у пациентки после неодевантной терапии осталась остаточная опухоль? 1 см, 2 см, 3 см? Какой объем операции выбрать? На самом деле, было исследование проведено в МД Андерсон Центре, и на основании этого исследования разработана целая прогностическая модель, причем очень интересная и несложная, которую можно использовать в рутинной практике. 551 больная в исследовании, 2-я, 3-я страдия рака молочной железы, все биологические подтипы включались, больные получали неодевантное лечение, далее выполнялась либо лампоктомия, либо мастектомия, у пациенток с Н0 статусом выполнялась биопсия сигнального лимфоузла, у пациенток с Н+, статусом лимфодисекция. Все пациентки в исследовании получали лучевую терапию и по показаниям получали одевантную системную терапию. При медиане наблюдения 62 месяца оказалось прогностически значимо имеет 4 фактора для локорегионарного контроля. Это клинический статус Н2, Н3 до начала неодеванта, это остаточная опухоль больше 2 см, массивная лимфоваскулярная инвазия и мультифокальный рост остаточной опухоли. Авторы предложили за каждый из факторов давать по одному баллу. Что происходит дальше? Если у пациентки нет этих факторов, либо имеется один или два фактора, то в принципе можно делать и мастертомию, и органосохраняющую лечение при условии, что будет лучевая терапия. Показатели локорегионарного контроля абсолютно одинаковые. Но посмотрите, что происходит с пациентками, если у них 3 или 4 фактора, и если им сохранить молочную железу. Показатели выживаемости падают на 26% при органосохраняющем лечении, причем в случае войтерапии. При этом при мастертомии они остаются достаточно высоки, 94% и против 68%. Что из этого следует в клиническую практику? Лимфоваскулярную инвазию навряд ли мы сможем оценить перед операцией, невозможно ее предсказать. А вот статус клинический N2N3, наличие размера остаточной опухоли больше 2 см и мультифакальный рост резидуальной опухоли, ну, по крайней мере, можно предположить. Поэтому, наверное, все-таки в практике наличие двух факторов из этих четырех уже следует служить основанием для выполнения все-таки мастертомии. Это более разумный выбор, дабы в последующем у каждой третьей пациентки не получать локорегионарный рецидив болезни. И последнее, на чем хотелось бы остановиться, это отечно-инфильтративная форма. Я очень долго ждала исследования крупного доказательного, который бы показал прогноз пациенток с разными биологическими подтипами и, наконец, дождалась, потому что в прошлом году на конференции в Сан-Диего, это конгресс онкохирургов, было показано крупнейшее американское исследование, больше 4 тысяч больных, которых собирали в течение пяти лет. Это объединенный американский анализ канцерегистра. Все пациентки имели Т4Д, Н-плюс статус имели 80% пациенток. Пациенты получали неодевантную химиотерапию, современную. Далее радикальная мастертомия была, в 98% случаев, и почему-то 80% больных получали лучевую терапию. В это исследование была большая доля больных с агрессивными подтипами, тройным негативным, HER2-положительным раком, меньшая доля пациенток с лиминальными опухолями. И как исследование, представленное в метаанализе FDA в 2013 году, очень четкая закономерность достижения PCR при разных биологических подтипах. Доминировал PCR при HER2-положительном раке, с меньшей частотой при тройном негативном раке, и всего у 6% больных наблюдалось полный патоморфоз первичной опухоли и в лимфоузлах при люминальном HER2-негативном раке. Какие прогностические факторы оказались? Первое – это ответ на лечение. При всех биологических подтипах остаточная опухоль оказалась прогностическим фактором для риска смерти в дальнейшем у больных. Наиболее значимое это было при тройном негативном раке, пятилетняя общая выживаемость с неполным ответом, отечная инфильтративная форма всего 37%. Что могло реально изменить судьбу? Благодаря тому, что в этом исследовании лучевая терапия у 20% больных не применялась, она была анализирована, и оказалось, что именно лучевая терапия снижает риск смерти на 36% для всех больных, на 43% для больных с HER2-положительным раком, 33% больных с травмонегативным раком и на 32% больных с люминальным HER2-негативным раком. Похоже, что идея о посредованном иммуномодулирующем ответе о вскопальном лучевой терапии не такая уж и виртуальная. Почему мы считаем, что при раннем раке лучевая терапия должна работать как-то по-другому? Поэтому, резюмируя все вышесказанное, хочется сказать, если выбирать объем операции у пациенток с первой и второй стадии, какой бы объем операции выбрала я? Наверное, тот, который бы позволил пациентке не избежать лучевой терапии, особенно если речь идет об агрессивных биологических характеристиках опухоли. Исключением может быть только пациентке с носительством мутаций, при условии, что это пациентке молодого возраста и с ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет. В этой ситуации однозначно выбор должен идти в пользу билатеральной мастертомии. Следует помнить, что именно тройной негативный рак и HER2 положительный рак – это те опухоли, которые имеют максимальные шансы для конверсии. И мы видим драматическое снижение стадий после неодевантного лечения. А пациентки с люминальным HER2 негативным раком наиболее часто могут иметь оккультные метастазы в лимфатических узлах и положительные края резепции, что тоже, конечно, необходимо учитывать при планировании операции. И как правильно рассчитать объем операции у пациенток с остаточной опухоли на основании индекса, предложенный в МД Андерсон центре, я тоже рассказала. Я думаю, что мы можем это взять на вооружение, в клиническую практику. Если у вас такие пациентки есть, то это просто абсолютно учитывать в реальной практике в том числе. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу.